братья и сестры я тоже очень рад быть участником этой конференции и я себя сейчас поймал на мысли что я тоже с восточного региона ну правда этом недавно три недели только как член церкви мы недавно в августе 13 августа мы прилетели с супругой из германии мы там после начала войны были два с половиной года а здесь у нас дети они дочка зятя мы не улетели сразу через два месяца после а спасибо я в этом не сомневаюсь меня зовут александр тоже я тоже с украины фамилия кремпоха и брат александр сейчас свидетельствовал я был по другую сторону баррикады я сажал в тюрьме ну и причем не обычных людей а полицейских налоговиков судей прокуроров так сложились обстоятельства что я три года служил таком подразделении которая занималась борьбой с коррупцией организованной преступности это служба безопасности украины ну это чуть позже я хочу прочитать текст который записан который записан вы сейчас одну минутку я деяние святых апостолов восьмая глава 4 стиха деяние святых апостолов кто библию имеет можете открыть 4 стиха написано здесь так между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово друзья кто хоть раз менял в своей жизни место жительства если вы делали это хоть один раз то вы рассеявшиеся уже с учетом последних обстоятельств которые сейчас происходят в мире то трудно найти людей которые как и здесь все присутствующие живут оседлым образом родившись в одном месте и там же собираются умирать я сегодня наблюдал искал знакомые лица и брата михаила бондаря когда увидел обрадовался сильно и еще один брат приезжал к нам в атланту недавно мы там с ним познакомились вот два знакомых лица я ехал сюда я был знаком со служителями но я понятия не имел как они выглядят и брат николай подходил за столом и ну мы поприветствовались но я не знал что это ответственные за благовестие вы по всему объединению американскому и когда рассеявшиеся ходят и благовествуют то они выполняют свою функцию то что они должны делать не то что хочется не то что обстоятельства позволили не то что так служитель поддавил немножко и взял газеты и пошел ну чтоб видели что я был на благовестии сегодня друзья не поэтому дело том что нас господь всех спас не для того чтобы мы были спасены в одиночестве вспомните сейчас каждый того человека который или через которого вы пришли к богу вспомнить этого человека это может быть родители если семья была верующих это могут быть незнакомые люди но у каждого из нас есть тот человек который капнул последнюю каплю и весы уклонились сторону бога есть такие люди друзья у каждого а кто послал этого человека интересный вопрос правда этого человека послал господь я расскажу о нашей церкви она у нас небольшая я крещение принял в четырнадцатом году в четырнадцатом покаялся я уже был на пенсии и познакомился мы переехали в киев и попал на одно обучение а приехал из германии немец он оказался верующий и именно от него я услышал что высказание что человек посеет то и пожнет это не народная мудрость как я раньше думал это оказался библейский текст и в этой церкви она под киевом есть такой небольшой городок бородянка вот в этой церкви и собственно я там и стал членом этой церкви нас там была сначала небольшая церковь там 20 человек было и это был филиал церкви где был брат михаил бондарь потом она стала самостоятельной церковью и эта церковь перед войной насчитывала пятьдесят шесть человек но в общем ничего такого необычное в ней не было кроме одного обстоятельства в этой церкви до войны шесть лет проходили курсы по благовестию друзья в какой у кого в церкви еще проходили курсы по благовестию вам понятно почему необычная церковь вот поэтому вот если оркестр сейчас спросить братья и сестры если оркестр не будет знать нотной грамотности получится что-нибудь братья а если кормильцы в семье не будут знать финансовой грамотности получится что-нибудь друзья а почему нету курсов по благовестию я не знаю в америке это недавно но очень здорово что часть зала заполненной было бы еще лучше если бы все были заполнены там коридоры еще стояли правда а что бог отменил благовестия помните эту историю когда господь накормил пять тысяч человек помните а давайте вспомним а что делали апостолы в то время вот когда господь кормил людей а что делали апостолы что ну они сначала сомневались ну пять хлебов и две рыбки пять тысяч нереально а потом что они делали а потом господь говорит а вы не сомневайтесь вы носите и не носили а что они потом делали они потом собирали а что произошло потом уверовала огромное количество людей друзья это короткий алгоритм действий бога который и сейчас такой же ничего не поменялось господь тот же но им ему нужны те которые будут раздавать а потом собирать обедки а кто мы если не будем этого делать и вот эта церковь у нас там ну это такая короткая история если брать то как это может быть не странно сейчас будет звучать то мы использовали технологию которая пришла с америки и есть такой благовестник он американец его зовут боу боэн он почти 30 лет в украине проводит курсы для благовестников там собираются разные и номинации и баптисты и пятидесятники и адвентисты и православные и католики он обучает всех и вот наш служитель в то время поехал туда послал ли руководителя объединения послали несколько служителей они поехали посмотреть что это за курсы и вот наш служитель приехал оттуда и мы заметили что он был сильно воодушевлен и когда мы начали расспрашивать а что что произошло он говорит я увидел систему которая позволяет научить благовестника и он рассказал что это за система и взял двух членов церкви один из них сейчас перед вами и мы он провел этот первый набор так называемый благовестников и в процессе первого набора мы эту систему которую американец многие годы преподавал в Украине мы ее автомобилисты есть такое понятие тюнинг сделали усовершенствовали то есть убрали то что не нужно добавили то что нужно согласовали с руководством объединения потом уже и с братом антонюком который уже потом приезжал в Украину как-то в белый церковь была конференция и таким образом запустили эту систему она существовала до точнее мы до войны провели проводили ее шесть лет было издано такое пособие оно называется ловить человеков материалы и мы начали за шесть лет до войны начали эти курсы тут где-то пульт должен быть прошу презентацию включить вы видите ничего нового кстати в этом пособии ничего нового вы кроме того что в библии есть не найдете тут все оттуда другого ничего нет и называется это пособие ловить человеков кстати интересная история такая когда мы мы его брат миша как это правильно называется с точки зрения типографии редактировали создавали ну редактировать уже можно то что создано и когда мы это делали то у нас там в Ивано-Франковске есть мой хороший товарищ он неверующий но у него своя типография и когда мы отправили материалы он говорит ну все материалы я проверил все нормально обложку дайте обложку а ну я не специалист в этой области я ему говорю слушай вот вот ты ж в типографии давно работаешь он говорит давно вот придумай друзья подошла это он придумал это не мы это неверующий человек и таких чудес великое множество что это за система вообще если мы говорим о системе что такое система если возьмем наше тело то в нашей теле есть несколько систем это система пищеварения система кровеносная система еще какая подсказывайте нервная еще огромное множество система система зрения и слуха это тоже системы если взять любую страну сейчас любую неважно там Россия Украина США там или Канада то в каждой стране есть своя система которая готовит преподавателей именно для этой системы системы образования налоговая система система правоохранительных органов правда медицинская система и в этих системах в обязательном порядке есть свои системы обучения которые готовят специалистов для этого профиля что такое система система это отработанные отработана система действий которые приводят к нужному результату если говорить коротко система которая не имеет системы это тоже система но в физике она называется броуновской системой хаотическое движение есть поступательное движение в одном направлении а есть броуновское движение то есть каждый в разную сторону баснописец крылов эту систему отобразил в картине лебедь, рак и щука помните? телега стоит и рак, лебедь и щука что-то делают а телега стоит почему? нету системы и вот когда система есть то тогда ее можно взять и повторить любому желающему возраст пол количество дипломов значения не имеют и мы такую систему постарались создать и к вашему вниманию сейчас эта презентация называется она ловец человеков в Иоанна написано в начале было слово и мы из библии видим что благовестники а я сейчас веду речь о обучениках Иисуса Христа они прошли школу которая была протяжительностью кто помнит сколько времени? три с половиной года если взять сейчас высшее образование в любой стране четыре года если убрать оттуда каникулы правда? мы видим то что служение ловить человеков существует чтобы славить Бога путем обучения руководителей и рядовых членов церкви личной евангелизации душепопечению и ученичеству если мы обратим опять внимание на Иисуса Христа то он три с половиной года обучал учеников и он никогда не обращал внимание на количество вы заметили? его интересовало что? качество его интересовало качество помните то место когда он сказал когда 70 учеников отошли он не стал упрашивать оставшихся он сказал не хотите ли вы уйти помните что Петр сказал друзья он сказал куда нам идти куда нам идти в основание служения ловить человеков положено три библейских принципа каждый христианин свидетель Господа второй принцип задача пресвятеров научить членов церкви правильно нести слово истины обучение лучше всего осуществляется на практике вот эти три принципа заложены вот в это пособие кстати однажды наш служитель в собрании задал такой вопрос церкви знаете кто самая большая опасность для церкви разные мнения прозвучали он говорит самая большая опасность для церкви это сам служитель этой церкви потому что если он неправильно выберет путь то вся церковь пойдет в сторону от Бога в центре служения находится поместная церковь и его целью целью ловца человеков этого курса является духовный количественный и организационный рост самой поместной церкви что было то и будет и что делалось то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем друзья ничего не поменялось со времен первоапостольской церкви когда служителя апостолы выполняют свою функцию если мы заметим то 12 человек после иуды кинули жребий выбрали 12 и в этих среди этих 12 было еще три столпа кто помнит их Петр Иоанн Иаков ну Петр понятно Иаков тоже а сколько было лет Иоанну как вы думаете Библия не говорит но он был очень не старым если так мягко сказать правда о чем это говорит друзья это говорит для молодежи например что молодежь тоже никто не ограничивает в благовестии никак он гостит у некого симона кожевника которого дом находится при море он скажет тебе слова которыми спасешься ты и весь дом твой помните кому эти были слова сказаны это были сказаны слова Корнилию друзья мы привыкли как-то смотреть на Корнилия может быть в Америке по другому смотрят но я свое ощущение сейчас скажу Корнилий человек который построил синагогу который способствовал помогал и вожди израильского народа и учителя они просили за этого полковника он был командир сотни сотник с другой стороны мы часто не замечаем кто такой был Корнилий и даже не обращая внимание Корнилий был командиром оккупационного подразделения который в работу которого входила агентурная деятельность может быть это мне больше понятно что я ее занимался много лет но что такое что это такое это Библия на много таких мест указывает помните когда Давида Давид убегал от Ависолома кого он оставил в Иерусалиме человека который должен был что делать который должен был работать на Давида и он получил инструктаж то есть это обычная агентурная работа так вот Корнилий он прекрасно знал что происходит на Иордане когда Иоанн креститель крестил он прекрасно знал и он видел что вообще происходит с людьми и он имел представление о причинно-следственной связи и когда Петр к нему пришел все было готово для того чтобы Петр сказал те слова которые упали в подготовленную почву и Корнилий покаялся все очень просто друзья ничего не поменялось сейчас ничего восхотев родил он нас словом истины чтобы нам быть некоторым начатком его создания так написано Вякова начало новой жизни у любого человека начинается со слова новой жизни имеется со Христом то как мы жили без Христа каждый знает и так свою историю и именно об этой новой жизни идет сейчас речь брат Геннадий Константинович однажды сказал так я весь погружен в эту великую победу господню но хочу напомнить что нам предстоит еще большая победа господь для нас только расчистил плацдарм то есть площадь с которой начинается настоящее наступление Брат Михаил вы знаете такого брата которого зовут я нашел такое высказывание одно его это Никол Георгиевич Батурин знаете его кто еще знает его Внимание 1988 год это было в Киеве молодежное служение молодежное общение он сказал такие слова я прошу прощения я процитирую мне Господь еще в узах открыл что перед пришествием Христа будет непродолжительное время свободы проповеди Евангелия скоро откроется широкая дверь для благовестия в нашей стране ну и Советский Союз еще был мы будем проповедовать о Христе в учебных заведениях тюрьмах больницах на улицах и площадях в юртах северных народов и концертных залах столичных городов Бог приготовил почву народов для принятия благой вести нужны сеятели и семена там где организованы библейские курсы необходимо включить в программу материалы по благовестию и не на два года их рассчитывать а в самом срочном порядке научить людей как говорить грешникам о Христе как призывать покаянию это его слова когда я бывал во многих церквях и на молодежных общениях и когда задаешь вопрос молодежи а какие трудности в благовестии знаете что чаще всего молодежь отвечает ну мне на мой вопрос молодежь как что в Америке где самая большая трудность в благовестии для молодежи ну скромные братья и сестры наверное тут обычно говорят не знаем как начать потом говорят не знаем как продолжить потом говорят ну и закончить тоже не знаем как друзья а почему и сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари знакомый всем текст самое разумное что может сделать человек своей жизни это покориться Божьим заповедям заповедь идите и проповедуйте никто не отменял никто и никогда не отменит пока этот мир будет цель этих занятий вот этого курса ловеть человеков их несколько первая цель это менять самого благовестника это первая цель то есть цель курса это научить благовестника делать то что он должен делать а не то что ему кажется иногда благовестника во время благовестия благовестуют о себе а не о Христе потом вспоминаешь а ты уже улетел кто его знает куда давай возвращаться человек говорит а все мне уже пора встречал кто-нибудь такую ситуацию вторая цель это дать необходимое всеоружие мы помним что слово Божие говорит что должен как должен выглядеть благовестник что у него должно быть друзья ну представьте себе солдата который который только горячее желание победить оружие нет одежды нет обуви тоже нет одного горячего желания будет мало правда то есть у него должно быть оружие он должен быть готов и третья задача это передавать дальше то есть задача благовестника это не только личное благовестие но еще он должен научить тех которые будут способны его повторять вот такие три задачи стоят перед этими курсами тем прославится отец мой если вы принесете много плода и будете моими учениками друзья а сколько это много плода как как мы это понимаем мне очень нравится пример апостола Павла апостол Павел совершил три путешествия помните однажды я слышал такое мнение что один человек одна женщина сказала ну да он путешествовал вокруг средиземного моря не вокруг ледовитого океана а вокруг приятного климата да так тоже можно думать только апостол Павел говорит в писании сколько раз он тонул сколько раз его побивали и это путешествие легкая прогулка назвать трудно правда и мы знаем что он там делал когда он путешествовал так так вот у Павла было много плода когда я буду умирать это Бог будет определять когда это будет я не хотел бы вспоминать что моя жизнь прожита была бесцельно сначала ел колбасу в Украине потом в Германии а потом приехал в Америку еще американской колбасы покушать я не хотел бы об этом думать друзья и я не хотел бы чтобы я вспоминал сколько я выпил какой-то жидкости или съел каких-то еще продуктов ну не в этом же суть много это сколько задайте себе этот вопрос каждый и услышал я голос Господа говорящего кого мне послать и кто пойдет для нас друзья кто и когда я сказал вот я пошли меня друзья этот этот вопрос каждый может себе лично задать готов ли я идти на благовестие ну я так понимаю что сюда приехали уже те которые ответили на этот вопрос и слава Богу что есть эти люди и они есть в любой стране и понятно что обстоятельства существуют разные и понятно что история у каждого разная и свидетельство у каждого разное но есть те люди которые вот сидят сейчас здесь в этом зале и они они сюда приехали это уже говорит о том что они готовы это сделать в зале сидят те которые готовы действовать а здесь сидят те которые готовы воодушевлять тех которые готовы действовать и это называется церковь и слава Богу что она существует и вы теперь видите что ничего не поменялось как тогда были благовестники так и сейчас и не в количестве дела вопрос когда вчера так его у нас нет завтра у нас его еще нет только сегодня у нас есть только сегодня сын мой пойди сегодня работа в винограднике моем друзья за кто выращивал виноград кто пробовал что это такое простой труд я тоже пробовал если там труд не приложить ничего не будет даже даже если ягоды появились они покрываются какой-то пленкой непонятно коричневой желтой или такой как туман белесой и толку нет виноград потом пропадает и все и тогда год пропал друзья точно так же и в благовестии пускай каждая короткая или длинная встреча с душой станет для вас реальным священнослужением здесь и прямо сейчас а не где-то там и завтра благовестия никогда не будет и не должно быть работой профессионалов служителей или узкого круга избранных это служение и привилегия всех христиан проповедовать распятого спасителя имеет право только распятый человек это сказал в свое время Мартин Лютер обратите внимание на решение одного съезда это был 1886 год Кубанская область председатель Дей Иванович Мазаев основной вопрос проповеди Евангелия это протокольная форма это было записано в протокол собрания церкви каждый вступающий в церковь должен дать обещание содействовать распространению Евангелия если он в дальнейшем отказывается исполнять свое обещание то уже перестает быть членом церкви и подлежит братья служителя это не руководство к действию сейчас потому что будет интересно выглядеть церкви если это применить сейчас на практике но так было это реальная выдержка из протокола если ты не евангелизируешь то тебя самого нужно евангелизировать так сказал Чарльз Сперджер знаете мы ездили три года ну пока были в Германии мы ездили на благовестие в Латвию в Ригу я никогда не знал что там есть дом Фетлера кто знает историю этого благовестника удивительнейший человек и нас возили туда в этот дом и на что я обратил внимание на два момента первый момент на крыше этого дома есть такое прямо на крыше как тепличка такая как часовня небольшая и там во время служения Фетлера это до второй мировой войны тридцатые годы это было там работала постоянно действующая молитвенная группа и она работала круглосуточно можете себе такое представить и там этот Фетлер я уже потом интересовался этой историей они проводили уличное благовестие они выходили церковью поместная церковь выходили на улицу в Риге и как сегодня уже упоминалось не было тогда колонок усилителей микрофонов и ничего этого не было но они начинали в одном конце Риги и на втором конце Риги заканчивали когда было двадцать или тридцать тысяч слушателей они проходя по городу собирали короткое слово остановка пение короткое слово на остановке снова пение и так они шли регулярно и второй момент на который я обратил внимание сын Сперджина Томас он потом после Чарльза после отца своего был руководителем библейских курсов в Великобритании так вот однажды сказал так что только если бы эти курсы закончил один фетлер то эти курсы выполнили бы свое предназначение друзья что сегодня поменялось мы вот ездили ну я три раза ездил братья с Германии ездили я с ними туда ездил в Латвию и однажды мы проводили благовестие там такая центральная улица пешеходная и такое здание гостиницы большое здание гостиницы и мы там ну немецкая технология у них такая они берут благовестников хор скрипичный или духовой рокест они выходят короткое слово 2-3 минуты потом пение или какое-то музыкальное произведение и люди останавливаются и снова слово снова музыка пение и вот так очередность и мы приехали туда выставили колонки сестры скрипки взяли и начался процесс выходит женщина и говорит а вы кто мы мы благовестники говорим людям о Христе мы ее спрашиваем а вы кто она говорит а я владелец этой гостиницы мы потом в интернете посмотрели это бывший замминистра обороны латвии эта женщина оказалась и она говорит хорошо тогда запишите мой телефон и когда следующий раз будете приезжать предупредите меня я вам буду разрешать это делать и на следующий день мы туда приезжаем мы туда обычно на неделю ездили приезжаем на следующий день а напротив нашего места стоит рок-группа ну знаете эти такие немытые небритые волосатые ну это сестры начали улыбаться и мы к ним подходим они играют там такой шум стоит такой такая вся история громкая они играют это все дело а мы подходим у нас на 15 часов у нас 15 до 17 два часа мы подходим и говорим у нас сейчас время а вы заканчиваете они говорят а вы нам не указ у нас мы говорим окей хорошо и мы начинаем свое благовестие они останавливаются потом постояли молча и у них уже вот эти движения почему-то не происходили они потом еще взяли газеты и у нас еще с ними получился разговор почему потому что благовестники они должны быть обученными разговаривать с кем угодно какая разница какая разница курсы готовят благовестников которые способны будут говорить 10 секунд перед кассой в супермаркете кассиру начальнику полицейского участка или пожарной охраны начальник главврачу больницы или директору школы какая разница благовестник должен уметь это делать апостол Павел готовил себя к благовестию и так что до меня я готов благовествовать и вам это такое высказывание есть вы помните ту историю когда Павел Павла привели с точнее он пришел убежал из Дамаска когда его хотели убить и пришел в Иерусалим и его встретил в Варнава и потом он свидетельствовал кто это все помнили Савла а это был Павел но Павел еще вел себя не очень корректно так мягко говоря потому что эллинисты после его благовестия почему-то хотели его убить друзья кого из нас хотели убить после нашего благовестия хоть раз меня тоже ни разу а его хотели и теперь что произошло дальше помните Павла взяли и отправили куда туда кто помнит в Тарс на родину его отправили туда для чего благовестие не должно вызывать желание убить благовестника поэтому его чуть-чуть подучили то есть Павел не сразу стал Павлом он был Савлом долгое время почему привычка привычка у него была привычка и не очень хорошая для христиан он тоже учился два самых трудных момента в авиации взлет и посадка что происходит с самолетом когда он начал перед взлетом что делает пилот он включает форсаж то есть говоря языком автомобилистов педальку до полика газа потом отпускает тормоза и самолет взлетает садиться самолет это тоже ответственный момент в России например когда летишь ну или когда русские или славяне скажем так летят в самолетах кто видел или замечал когда самолет садится они начинают хлопать замечали это так называемая благодарность пилоту за его профессионализм в Европе не хлопают в Америке я тоже вчера летел ни разу никто не хлопнул как начать перед тем как вы начнете говорить о человеке с Богом поговорите с Богом о человеке молитва друзья у нас есть мощнейшее оружие молитва я буду ускорять благовестие это дело веры благовестие нужно по вере а не по чувствам или по опыту хорошему или плохому разные есть ситуации в благовестии правда разные бывает после благовестия или во время благовестия аж хочется взлететь а бывает ну другая реакция благовестия благовестия никогда не надо впитывать сестры кто видел мокрую курицу вот у вас сейчас дождь идет есть у нее куры у кого-нибудь курицу видели мокрую как она выглядит такая такая а кто видел гуся во время дождя они такие становятся еще лучше почему они не впитывают они обтекают благовестник не должен впитывать ничего то что он видит во время благовестия тогда он будет красивым в переносном смысле естественно он тогда будет учеником христа а так если если тебя не воспринимают так это их проблема это не моя но моя задача сделать так чтобы человеку понравился христос чтобы он пошел к нему ведь эти пять тысяч они когда уверовали когда поели не до того а когда поели они тогда увидели благовестнику нужно быть вежливым и деликатным убедитесь на все сто процентов что вы заработали право говорить с человеком о Боге то есть контакт должен быть контакт как его устанавливать когда и с кем этому учат эти курсы благовестнику нужно задавать вопросы правильно заданный вопрос помогает человеку начать думать о жизни вечной и понять его духовное познание то есть диагностика вот простой принцип допустим подходит стюардесса в самолете и благовестник ее спрашивают или говорит у вас очень шикарная профессия вы на 12 километров ближе к Богу друзья попробуйте стюардессам задать этот вопрос вы тут же увидите улыбку тут же или когда полицейский останавливает ну в Германии меня раз остановили полицейский я там было 30 ограничений я 60 ехал и остановили полицейские я ну пункт лишение прав на месяц штраф такой немаленький я потом еду и думаю ну ты же знаешь что нужно говорить полицейским ну ты же знаешь почему ты немцам не сказал когда в Украине меня остановили знаете что я делал я обычно говорил спасибо что вы меня остановили полицейские ждут что угодно только не этого а потом когда ты его спрашиваешь кстати а у вас дети есть чаще всего есть потом задаете следующий вопрос а вам они уже задавали вопрос такой а мы люди папа а мы люди это результат творения или эволюция вам уже ваши дети задавали такой вопрос в этот момент любой полицейский забывает зачем он тебя останавливал любой я проявлял много раз что делает вопрос вопрос заставляет человеку включить мозги и когда эти мозги включены тогда он гораздо проще принимает вести спасению вот эти способность благовестника включать мозги и приводит к правильному результату например когда вы встречаетесь ну вот мы сейчас с моим зятем были прошлого воскресенья тоже в русские магазины вот едет машина подъезжает к на парковке потом останавливается и до до места парковки остается ну метров пятьдесят теперь он резко нажимает на газ и такое впечатление как будто он решил ну все закончить жизнь самоубийством там дерево стоит он прямо в это дерево летит и перед этим деревом тормозит и мой зятя говорит точно кощей бессмертный мы подходим выходит молодой человек и его папа и я подхожу к нему говорю я сейчас смотрел как вы тормозите мне такое было впечатление что это последнее торможение в вашей жизни будет а он улыбается а я так езжу а я задаю ему вопрос а вы уверены что будете после своей смерти с богом на небе он говорит нет а если бы вы имели такую уверенность еще при жизни было бы вам это интересно что человек в этот момент может ответить конечно это вопросы друзья это вопросы в этом курсе благовестников учат задавать вопросы давайте быстрее переходное предложение к изложению Евангелия закон бичует а Евангелие врачует это принцип Израиля помните он законом пытался спастись ничего не вышло благовестнику нельзя сбиваться вас будут отвлекать на разные разговоры такие как десяти на деноминации еврейский народ и так далее правильный курс друзья маяки на берегах на побережьях они стоят для чего для того чтобы быть ориентиром для тех кто в море поэтому у благовестника тоже должен быть правильный курс ко Христу не в сторону а ко Христу и больше никуда в силу входят пять духовных законов благословение грешники наказания Бог есть любовь Иисус принять или отвергнуть это система в самом ловце заложена вот эти пять духовных законов посадка сатана как правило будет душу пугать смущать обвинять искушать нам это важно понимать и в этот момент стать в защиту этой души скорая помощь то есть благовестник это скорая помощь для любой души помните когда летит карета скорой помощи по улицам американских городов что происходит остальные участники движения что делают останавливаются так вот когда скорая помощь физическая в нашей жизни летит все останавливаются так вот если благовестники будут себя вести как скорая помощь и будут понимать что они скорая помощь то тогда будет останавливаться все абсолютно все и когда звучит слово вот тогда и происходит то что происходит братья говорили когда медицинский работник говорит это вы там благовестовали напряжение в заключении разговора волнение будет переживать обе стороны и благовестник и тот кто кому благовествует и вот эта преизбыточная сила она должна быть для благовестника абсолютно обычным явлением почему а потому что это обычное состояние благовестника ну понятно что нам нравится когда люди каются правда когда они просят прощения у бога переживал кто-нибудь такое когда после благовестия человек кается однажды это было в сумах я приехал в церковь и пришел ну сел там сзади служитель это заметил подходит это вы кто ну я приехал оттуда оттуда а слово есть у вас есть а а какая вам тема больше подходит ну а какая вы можете ну могу о предпринимательстве например для верующих могу о финансах а могу о благовестии давайте о благовестии ну я сказал слово а потом подходит дьякон этой церкви и говорит Александр пошли со мной у них так кафедра а там дверь туда он заводит меня дверь а там такой склад склад газеты духовная литература евангелие огромный склад ну я не знаю сколько там ящиков этого и он говорит Александр вот сколько унесешь возьми отсюда может хоть ты раздашь кому-нибудь друзья о чем это говорит церковь полная а склад там мне было немножко удивительно я когда у братьев спрашивал ну я в церковь прихожу к себе в атланте а американцы уже я постоянно это делаю ну то есть знаете когда когда человек живет благовестием то это огонь в костях вот сейчас брат Александр из смельницкого говорил об этом это огонь в костях вы думаете почему такой заряженный как говорят молодежь а потому что огонь в костях он благодарен богу что его господь взял и вытащил оттуда из рва друзья мы все в этом рве были и я тоже и когда огонь горит тогда ты ты не можешь этот огонь спрятать вот несколько человек уже американцев попросили библию я подхожу к диакону говорю а где у вас библии лежат он говорит к этому вопросу лучше к служителю подойти я подхожу к служителю а где у вас библии лежат в церкви он говорит они у нас лежат на амазоне берешь покупаешь вперед я не знаю в германии в церквях море в украине сто процентов как в америке у всех на амазоне мы когда благовествовали в москве мы дружили с гидеоновцами знаете такой красненький маленький и покупали них ящиками вот там в ящике сто таких вот за время благовестия нам удавалось раздавать пятьсот рекордное количество пятьсот раздавали за час друзья за час два человека за час пятьсот евангелия что нужно сделать для того чтобы раздать пятьсот за час мы время засекали даже причем из разных стран люди в том числе из мусульманских выгребали просто приходили потом ой ой просто в зале сидело три тысячи человек или пять или шесть тысяч это что такое пятьсот господин сказал рабу пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти чтобы наполниться дом мой убеди это принуждать заставлять вынуждать понуждать и убеждать работают лучше всего знаете что когда человек хочет когда убеждать или заставлять и не понуждать или вынуждать знаете есть такое есть такое ну ситуация когда вот брат рассказывал например ну жесткие условия железный ключ это непростые условия мы как-то сидели у нас там в доме а мы перед войной купили помещение под братский дом и вот приехало таких с Николаева приехало таких восемь человек а ответственный за за братский дом 17 лет сидел в тюрьме а во время отпуска приехал из Германии брат который приехал поработать в отпуске он бывший наркоман и он приехал плитку ложить в это помещение вот сидим за столом этот Валера 17 лет в тюрьме этот брат сидит он 9 раз убегал из братского дома и я сижу 22 года выслуги и жена мне говорит вот это говорит троица сидит говорит кто бы вас собрал как не Господь вот так в кучу друзья это Бог делает это Бог делает и не когда-нибудь это сейчас это в наше время и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место куда сам хотел идти не в одиночку но плечом к плечу встать против злобных вражеских отрядов и Господу молиться горячо с надеждой к небу устремляя взгляды есть такое стихотворение меня это место всегда волнует потому что я тоже жил без Бога и я просто один пример расскажу это длинная история брат Миша когда-то печатал эту историю в двух берегах я расскажу один пример просто я когда служил в одном подразделении у меня был оперативный сотрудник который отвечал за так называемую пятую линию тут есть кто-нибудь кто знает тех людей или может быть кто сам был осужден за веру тут есть кто-нибудь сейчас в зале ну два раза по 15 суток это то есть вы вы знаете не понаслышке что такое гонение да и это вот эти во время Советского Союза в КГБ был были так называемые пятые подразделения или тэшная линия в Украине она называется они сейчас есть во всех спецслужбах абсолютно во всех и в Америке тоже которые вербуют пресвятеров деканов членов церквей окружения связи они занимаются агентурной работой спецслужба Америки тоже прекрасно знает что сейчас происходит в этом зале не сомневайтесь вот у меня был подчинение такой оперативный сотрудник он был из Харькова Юра Покусай и он несколько раз мне пытался объяснить разницу между баптистами адвентистами пятидесятниками православными католиками а я служил в основное время военной контрразведки и мы мы их недолюбливали вот этих тэшников потому что ну мы тут родину защищаем оберегаем от посягательств спецслужб и на государств а эти а они попов вербуют а коня видали мы их недолюбливали я ему говорил Юра не морочи мне голову занимайся своим делом и он мне даже несколько библии принес подарил знаете что я с ними делал я их передаривал я так ни одной не читал я просто даже умудрялся еще такую дарственную надпись написать ну я начальник был в том городе поэтому так было а потом я пришло время я уволился и у нас была в друзьях одна семья у них был один из сыновей священник и им подарили участок под Киевом там в Броварском районе и они начали строить церковь а я к ним приехал у них котлован вырыт я говорю а это что они говорят церковь строим ну а я уже был предпринимателем и имел финансовую возможность я говорю я вам буду помогать и в общем я им помогал по чем купола я знаю и нашего первого племянника внука крестили там это был первый ребенок который был там крещен я думал что у меня с Богом все вопросы решены я так думал и священник этой церкви он говорил Александр Петрович вот пока вы будете живы все служения будут заканчиваться за ваше здравие ну как мецената а когда вас уже не будет на этой земле все служения будут заканчиваться за ваш упокой я думаю ой как хорошо как как ну а что еще надо а потом я попал к немцу а с его подачи я начал читать библию он просто часто цитировал библию он обучал предпринимателей и часто цитировал оказывается в библии есть абсолютно все для предпринимательства братья кто этот вопрос интересует вы можете обратиться я вам дам сфотографировать свою библию у меня тут все есть все места которые касаются финансовой грамотности инвестирования что полезно для бизнеса что вредно для предпринимателя все абсолютно я это собираю специально и вот когда я с ним познакомился я понял что он очень не глупый человек я решил прочитать библию я к Богу пришел через анализ у меня не было ДТП или каких-то болезней каких-то каких-то чрезвычайных событий которые бы меня подтолкнули а вот появился благовестник на который я посмотрел и мне захотелось прочитать эту книгу и я начал ее читать и когда я открыл первую страницу там написано и сотворил Бог небо и землю я чуть в обморок не упал я просто в школе хорошо знал биологию ездил на олимпиады я был железобетон но уверен что я от обезьяны оказывается Бог это все сотворил и когда он мне позвонил этот немец однажды и говорит ты библию читал когда-нибудь я говорю читал и что мне плохо стало это ты читал новый завет или ветхий понятия не имею с первой страницы я не знал я даже оглавление не читал я читал подряд как книгу говорит давай сделаем по-другому я привезу тебе новый завет вот с него и начнешь он прилетает в Киев я приезжаю к нему в гостиницу он достает из чемодана новый завет и говорит вот ты служил в КГБ он знал что я служил в КГБ но не знал что я церковь строил говорит вот при советском союзе давай представим что при советском союзе я имею библию и читаю ее я мог получить до пяти лет лагерей только за это а если я читаю библию и проповедую тебе то есть объясняю что здесь написано то я мог получить уже десять лет но уже строгого режима у меня к тебе вопрос а что в библии написано такого за что при советском союзе можно было десять лет в тюрьму загреметь я говорю понятия не имею говорю все очень просто в библии нет ни слова о КПСС огромной стране правительству этой огромной стране нужно было чтобы народ этой страны верил в партию а не в бога поэтому кто думал иначе отправляли и он тогда сказал так если ты начнешь читать слово божье у тебя появятся вопросы а кто такой Христос а был ли он а если он был то для чего он приходил о чем он проповедовал как он жил за что его распяли как он воскрес если у тебя начнут появляться вопросы у тебя здесь и ответы будут на эти вопросы но если ты будешь находить ответы ты придешь в такое состояние что ты поймешь кто ты и кто он но если ты в это состояние придешь ты тогда попросишь прощения у бога за то что ты успел свои 43 года наделать мне тогда 43 было но если ты это сделаешь он тогда мне так сказал у тебя одна дорога к баптистам у нас моя деятельность связана с обучением и как-то был на этом обучение один человек он из российской федерации из Казани он смотрящий за тремя областями брат Александр знает кто такие смотрящие и вот когда он начал посещать духовные вебинары мы проводим вебинары на духовную тематику уже теперь 12 лет и он пошел на этот вебинар один раз второй раз потом начал задать вопросы и начал читать библию и у него начали возникать вопросы и он пошел православную церковь в Казани к священнику и говорит батюшка я начал читать библию и у меня вопросы появились а батюшка говорит тебе надо к баптистам пойти если у тебя появились вопросы по библии потому что мы живем православные по преданиям а баптисты знают библию иди к ним вот так и произошло я начал читать перед новым годом 13 а на 20 апреля это была как раз пасха я покаялся 7 сентября принял крещение в 14 году 10 лет я живу с Богом личный пример ибо я дал вам пример чтобы и вы делали то же что я сделал вам Иоанна подражайте братьям мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас апостол Павел мог так сказать подражайте мне мне трудно так сказать а Павел так мог сказать преподающий практик если ты перестал учиться перестань учить это сейчас вы видите саму процедуру прохождения обучения я понимаю что вам сейчас это ни о чем не скажет и это на курсе уже мы преподаем фокус во время обучения на ловце человеков мы делаем на возможность постоянство и перспективу что такое возможность возможность благовествовать всегда всем и в любое время постоянство это нужно делать постоянно когда ты это делаешь постоянно тогда все на месте вот если сегодня уже вспоминали о футболе почему футболисты постоянно тренируются они что не знают что надо бить по воротам знают они что не знают что это коллективная игра знают они что не знают что сто тысяч будет платить когда двадцать два человека будут бегать по полю ну если стадион сто тысячный знают а почему не выходят на поле а потому что чтобы держать себя в форме и благовестник тоже должен постоянно держать себя в форме как только отпуск благовестник сделал все уже желание не то ну в ваших церквях понятно по другому наверное друзья а кто кто пасеку держал или держит сейчас есть такие о братья а кто держит пасеку вы в улье садите живых пчел или мертвых а для чего живые пчелы в улье для чего чтобы они летали на цветы существует такое высказывание что пчела никогда не доказывает мухе что мед гораздо лучше чем то на что любят садится садится мухи правда они никогда не доказывают они все время летают 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 и летают вот такую такой закон должен выполнять и благовестник он должен летать летать и летать несмотря на погоду обстоятельства возраст и все остальное почему да потому что это то что бог сказал делать и за это будет награда за это венец посмотрите братья кто вы призванные немного из вас мудрых по плоти немного сильных немного благородных но бог избрал не мудрая мира чтобы посрамить мудрых и немощные мира избрал бог чтобы посрамить сильное и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал бог чтобы упразднить значащее для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред богом известный текст формула успешного благовестия знания умножен на практику дает положительный результат ну это тут несколько фотографий это наши одни из первых занятий это наш был такой дом молитвы он сейчас имеет другую форму он расстроился уже кстати брат Миша там залили фундамент дальше увеличивает столовую туда там сейчас проходит библейские курсы для девочек друзья в заключение я хотел бы да еще такой момент ловить человека предусматривает две формы обучения первое обучение для поместной церкви оно длится обычно полгода то есть это такая система которая позволяет церковь быть вовлеченным в обучение что это значит это значит что в церкви есть преподаватели которые проводят этот курс есть курсанты которые проходят этот курс и мы всегда используем такое правило ну это американцы научили один преподаватель берет одного курсанта дело в том, что это ручная работа преподаватель когда выходит на практику то он ходит со своим курсантом во все места, куда только можно зайти. И лично показывает пример, что нужно делать и как реагировать, если ситуация куда-то выходит за рамки. То есть, всегда личный пример. Это библейский принцип. И помните, подвое. Это тоже библейский принцип. Один преподаватель, один курсант. Мы тоже придерживаем такой практики. И в церкви система у нас действовала как? У нас были курсанты, были преподаватели и церковь. У нас всегда в воскресенье во втором собрании был такой час, история моего трактата. И вот там те, кто ходили в город, они рассказывали, что происходило. Мы даже хотели книгу написать, потому что там такие истории были иногда удивительные истории, именно во время благовестия живого. И тогда церковь живет. Братья-служители, наверное, знают, что если церковь не озадачена работой Божией, то тогда в церкви начинаются разные нехорошие процессы. И вторая форма благовестия или обучения, это когда преподаватели выезжают в какую-то поместную церковь и так называемая пятидневка, мы ее так называем, то есть пять дней работы в церкви, это специально за пять дней мы готовим исключительно преподавателей. То есть преподаватели, отработав курс церкви, за пять дней уезжает церковь, остается количество, определенное количество преподавателей, которые начинают этот курс церкви. Вот такие две формы есть обучения. В заключение я хотел призвать всех здесь присутствующих. Друзья, благовестия никто не отменял. Да поможет нам Господь об этом помнить всегда и везде. Слава нашему Господу. Аминь. Спасибо. Спасибо.